Президентские состязания Праздник спорта и дружбы. Президентские состязания подходят к концу. За три недели восьмиклассники со всей страны не только узнали друг друга, но и смогли сразиться с своими класс-командами за право быть лучшими. Под ритмичный стук мячиков настольного тенниса школьники кидали дротики точно в цель. Футбольные мячи летели в ворота и одерживали победы шахматной короли. Настало время наградить победителей по дополнительным видам программы соревнований. Минифутбол в России стал одним из наиболее успешных видов спорта, в который играют и мужские, и женские команды, и взрослые дети. В турнире по мини-футболу на президентских состязаниях сильнее всего оказалась команда из города Урус-Мартан Чеченской Республики. Долго готовились к этому турниру, задолго до приезда сюда. Были очень хорошие команды. Со всеми так же трудно было, как и в финале. Мы достойно отыграли и взяли первое место. Мы все безумно рады, еле сдерживаемся. Здесь, на президентских состязаниях, рождаются новые чемпионы, которые принесут нашей стране новые рекорды и награды. Илья Назаров из Великого Новгорода уже 7 лет занимается плаванием. Участвовал во многих российских и международных соревнованиях. Имеет первый взрослый разряд по плаванию. Илья стал лучшим в заплыве на дистанции 50 метров. Достаточно сильный был у меня соперник на дистанции 50 метров. И я выиграл его только на касании. Где-то нас разделяли 1-2 сотые секунды. Конечно же, радостные впечатления, эмоции. Очень приятно. То, что такие значимые подарки нам подарили. Очень щедро. В общем, да, все хорошо подготовлено было к этому награждению. Да, в общем, все понравилось. В соревнованиях по плаванию проходила и смешная эстафета. Самой быстрой ловкой оказалась команда из лицея номер 38 города Белгород. Победы мы не ожидали, как сказать. Мы выиграли всего лишь на 80-х. Чувствовали мы радость. Радовались, что мы победили, что мы первые. У меня два тренера. Людмила Николаевна, Ольга Гоксетиновна. Спасибо вам, что научили плавать. Благодаря вам заняли мы первое место на президентских состязаниях. Спасибо вам большое. В турнире по баскетболу 3 на 3 среди девушек золотые медали по праву заслужили восьмиклассницы из поселка Горноправдинска Ханты-Мансийского автономного округа. Среди юношей в турнире по баскетболу золотые медали выиграла команда из города Русмартан Чеченской республики. Шахматы – это спорт, где главное – это стратегия. Виктория Селезнева из города Мамадыш в республике Татарстан с 8 лет играет шахматы, и это принесло свои плоды. На президентских состязаниях ей удалось завоевать золотую медаль. Я очень счастлива, что заняла первое место. Я очень старалась, занималась и добилась своего. Впереди торжественная церемония закрытия, на которой будут объявлены победители в дисциплинах бадминтон, в личном и командном первенстве спортивного многоборья, в эстафетном беге и команды победителей, показавшие лучшие результаты в творческом и теоретическом конкурсах. «Ребята, видно, готовились. С каждым годом эта подготовка проходит, видно, более профессионально, квалифицированно, и, как следствие, физические результаты заметно сильнее, становятся из года в год. Ну и, конечно же, хотелось бы отметить, это уровень теоретической подготовки детей наших, который они демонстрировали в теоретическом конкурсе. Тоже и знания, и эрудиции детей намного возросли. Творческий конкурс прошел очень интересно. Как ни странно, уровень подготовленности детей именно сельских школ оказался более высоким, более интересным и более действительно творческим.